В этот день, 26 апреля 1912 года, состоялась премьера первого в мировой мультипликации объемного фильма «Прекрасная люканида» или «Война усачей с рогачами». Восьмиминутная картина российского режиссера Владислава Старевича рассказывала историю, где главными героями выступали насекомые. Многие зрители считали, что на экране они видят игру дрессированных жуков. В этот день, 1986 года, на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая в истории техногенная катастрофа. В 1991 году в РСФСР был принят закон о реабилитации репрессированных народов. 26 апреля 1164 года в будущем канонизированный князь Андрей Боголюбский построил по образцу киевских «Золотые ворота» во Владимире. Князь Андрей Боголюбский был сыном Юрия Долгорукова и появился на свет на юге в ростовском княжестве. Юрий Долгорукий посадил сына княжесть во Владимире, в то время незначительном городке вблизь Суздаля. И Андрей Боголюбский остался уверенным Владимиру, княжил в нем более 35 лет и много сил положил на его укрепления и украшения. Даже когда князь Андрей помог Юрию Долгорукову покорить Киев и занять Великокняжеский престол, он не захотел управлять Вышгородом под рукой отца, а тайно вернулся в милый своему сердцу Владимир. Из Вышгорода Андрей увез и чудотворную икону Пресвятой Богородицы. По преданию, в пути, когда до Владимира оставался день перехода, лошади встали, и никто не мог сдвинуть их с места ни ласка, ни плетью. Стало смеркаться, и обоз был вынужден заночевать в чистом поле. А ночью князю приснилась Пресвятая Богородица, повелевшая построить на этом месте храм и основать монастырь. Что князь Андрей и сделал. И вокруг монастырских стен выросло село, получившее название Боголюбово. Князь Андрей стал именоваться Боголюбским и выстроил в этом селе себе резиденцию. Икона, же доставленная во Владимир, стала одной из главных святынь православного мира под названием Владимирской Божией Матери. Город довольно быстро расцвел, князь Андрей пожелал, чтобы его вотчина не уступала стольному Киеву. Он начал строительство новой крепости с белокаменными стенами и выстроил при въезде в город с западной стороны золотые ворота, по подобию киевских. Киевские же повторяли и константинопольские, а те, в свою очередь, копировали золотые ворота Иерусалима. Одно это говорит о размахе задумки Андрея Боголюбского. Строительство князь поручил лучшим мастерам, лично наблюдая за их работой. Огромные тяжелые створы ворот были украшены листами, отполированной меди и золотом. Но не только о красоте заботился князь. С севера и с юга он велел насыпать крутые валы, а с наружной стороны прокопать глубокие рвы, способные держать почти любого неприятеля. Во Владимире была отстроена и десятинная церковь. По повествованию летописца, князь Андрей пожаловал на ее возведение десятую часть доходов города, отсюда и название. Выросли два монастыря Спаски и Воскресенский. В противовес золотым воротам отстроили серебряный. И, конечно, украсил город Успенский собор. Высокий, тогда, видимо, самый высокий на Руси, изящный белокаменный собор. Его достраивать будет уже преемник Андрея Боголюбского, младший брат Всеволод. А распишет стену спустя почти три века сам Андрей Рублев. Такое масштабное строительство столицы князя продолжалось более десяти лет. Благодаря богатым церквям, град Владимир приобрел особое значение и из пригорода Суздаля превратился в центр сначала северо-восточной Руси, а потом и в главный город всего русского мира. Не зря его свои резиденции изберут митрополиты, а несколько столетий нашей истории назовут Владимирской Руси. И даже когда в силу войдут московские правители, титул Владимирских князей они будут ставить на первое место. Золотые ворота Владимира, этот парадный вход в одну из столиц Руси, сохранились до наших дней. Хотя, конечно, не в первозданном виде. Первые свои повреждения Золотые ворота получили в 1238 году, когда Владимир штурмовали монгольские войска. Затем все сооружение было отстроено практически заново, а от древнего здания 12 века сейчас сохранились лишь две мощные белокаменные стены, собранные из тесаного камня. Несмотря на то, что за века стены вросли в землю почти на два метра, сооружение смотрится очень внушительно. Как и, впрочем, все детище святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Стольный город Владимир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова